Для противодействия ударным иранским беспилотникам Шахет-136 и Шахет-131 стремительно возросла ценность советских зенитно-ракетных комплексов АСА. Зарка отличается массовостью и относительной дешевизной своих ракет, что особенно важно при сбивании недорогих беспилотников. Стоимость одной ракеты к Зарка АСА составляет 56 тысяч долларов, в то время как одна ракета к современной немецкой зенитной установке Иристи оценивается в 400 тысяч долларов. При этом стоимость дронов Шахет-136 не превышает 50 тысяч долларов. Поэтому вполне логично использовать против них более дешевые советские Зарка. Зарка АСА – это советский автоматизированный всепогодный военный зенитный ракетный комплекс тактического звена. Его основное назначение – прикрытие сил и средств мотострелковой или танковой дивизии во всех видах боевых действий. Однако этот Зарка хорошо справляется и с прикрытием объектов гражданской инфраструктуры. В 1960 году началась разработка Зарка как первого автономного комплекса с размещением на одном самоходном плавающем шасси всех боевых средств. Включая радиолокационные станции и пусковую установку с ракетами, средства связи, навигации и топографической привязки, контроля, а также источников электропитания. То есть, разработчикам была поставлена задача создать первый в СССР самодостаточный передвижной Зарка. Новый зенитный комплекс был принят на вооружение в 1971 году под маркой АСА. Первой базовой версии, он был оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9М-33 и имел довольно ограниченный функционал, в частности, не мог эффективно противодействовать боевым вертолетам. Последующие модернизации привели к тому, что в 1977 году появился Зарка АСА-КМ с шестью усовершенствованными ракетами 9М-33М-3, который серийно выпускался до 1989 года и стал самым массовым зенитным ракетным комплексом в СССР. По состоянию на 2021 год, у Украины было несколько дивизионов Зарка АСА-КМ, общим количеством около 100 пусков их установок и неизвестный запас ракет к ним. Что касается поставок этих средств ПВО извне, то официальной информации не было. Однако в декабре 2022 на фронте зафиксировали Зарка АСА в польском камуфляже. Всего у Польши было на вооружении 64 таких установок, но какое их количество оказалось в Украине неизвестно. Состав Зарка АСА-КМ в полной комплектации выглядит следующим образом. Боевая машина. Транспортно-заряжающая машина на 12 ракет. Шесть зенитных управляемых ракет. Машина автоматизированной контрольно-испытательной мобильной станции. Регулировочная аппаратура. Машина технического обслуживания. Тренажер. Боевая и транспортно-заряжающая машины размещались на трехосном шасси БАС-5937 оборудованным водометом для движения по воде на плаву с мощным ходовым дизельным двигателем, средствами навигации, жизнеобеспечения, связи. Электропитание комплекса осуществляется от газотурбинного агрегата и от генератора отбора. На малой дальности РЛС комплекса обеспечивает высокое соотношение сигнал-шум, даже при помехах, а в случае невозможности этого, остается вариант работы с использованием оптического визира. ЗРК САКМ оснащена шестью управляемыми зенитными ракетами 9М33М3 массой 128 килограммов каждая, из которых 15 килограммов составляет боевая часть. Каждая ракета оснащена радиокомандной системой наведения на цель, осколочной боевой частью, неконтактным взрывателем с радиусом срабатывания 5 метров и трассерами в хвостовой части для сопровождения телевизионно-оптического визира. Зона поражения составляет от 1,5 до 10 километров по дальности и от 25 метров до 5 километров по высоте. При этом максимальная скорость поражаемых целей должна быть до 500 метров в секунду, такова скорость полета зенитной управляемой ракеты. Вероятность поражения цели типа самолет-истребитель одной ракетой составляет 50-85%. Время сворачивания разворачивания комплекса составляет 3-5 минут, а время реакции развернутого комплекса 27-39 секунд. Пуск двух ракет по важнейшим целям производится с интервалом 3-5 секунд. Для снижения ошибки наводки, при стрельбе по целям находящимся на высотах от 50 до 100 метров, ракета наводится на них сверху вниз. При этом у ракеты есть только один целевой радиоканал, которым нужно наводить ее на цель в течение всего полета. Это существенно ограничивает эффективность в динамичных условиях современного боя. Самая большая проблема ЗРК ОСА заключается в том, что их уже более 30 лет не производят, поэтому и запчасти к ним, и ракеты являются очень дефицитными, не только в Украине, но и в мире. Можно предположить, что в распоряжении ВСУ оказались, или скоро окажутся все запасы донорских установок и ракет со складов стран бывшего Варшавского договора, но и они не безграничны и рано или поздно закончатся. Поэтому военные специалисты уже думают над тем, как интегрировать в пусковые установки ОСА ракеты западного образца. Определенные наработки уже есть. Несколько лет назад на выставке МСПО демонстрировали, даже ЗРК ОСА с макетами немецких ракет воздух-воздух малой дальности, Иристи, которые также могут использоваться в качестве ракет Земля-воздух. Установка на ЗРК ОСА ракет Иристи или других с аналогичными параметрами, инфракрасное самонаведение, дальность более 10 километров и потолок 6-8 км при запуске с Земли существенно повысит их боевые возможности. В частности, тогда ЗРК ОСА смогут поражать больше целей за короткое время, при этом не потребуется наведение зенитных ракет, что повысит гибкость использования и безопасность операторов. Также сократилось бы время реагирования ЗРК на угрозу, что очень важно, в динамичной среде работы противовоздушной обороны.